Как вы можете представить себе, весь объем бизнеса, все что происходит у вас в вашем непосредственном back-office, все что вы делаете непосредственно, это все находится под четким наблюдением. Мы также понимаем, что многие процессы в плане бизнеса, они не очень понятны на данный момент. Важный момент, можно я тут вмешаюсь в перевод? Май, все нормально, ты классно переводишь, тут один момент в плане бизнеса. Речь идет, ребята, об очках, которые волюм, очки за проделанную работу. То есть Джон сказал, что в компании все учитывается, вся бизнес-активность, которую вы делаете с продаж и построение структуры, все это учитывается. И он также понимает сейчас, что вы не все очки видите, не всю статистику по очкам видите. Вот этот момент хотел добавить. А так мы отлично. Спасибо. Хорошо, спасибо. Прямого внимания. То есть вся бизнес-активность, то есть все баллы, которые вы выполняете по продажам, я понимаю, что на данный момент не все видно, но это на данный момент. То есть на данный момент хочу вас заверить, что мы работаем над этим. Поэтому вся бизнес-активность, все очки, вся ваша проделанная работа будет видна уже через некоторое время. Теперь поговорим о Springboard. Я знаю, что многие из вас присоединились к компании Infinii. Непосредственно благодаря концепту Springboard. И естественно для нас тот факт, что вы уже вовлечены в этот процесс и тот факт, что вам это интересно, мы к этому относитесь с наибольшей серьезностью. Вы наверняка увидите, что есть некоторые изменения, особенно в вашем статусе, когда вы начинаете работать. И вы должны понимать, что все данные, которые находятся на этой площадке, все данные мы учитываем в любую деятельность, не только в России, но и в вашу деятельность в других странах. И возможно для вас, как для партнера, некоторые детали будут не совсем понятны, но хочу вас уверить, что для нас, как для компании, так как мы учитываем всю деятельность, для нас эти детали уже понятны. Мы продолжаем улучшать и простраивать интерфейс между нами, между вами как партнерами и между компаниями. One thing that I can tell you very clearly is that the popularity of Springboard absolutely surprised us. Хочу вас с вами также поделиться, что популярность Springboard у нас просто, непосредственно мы просто очень шокированы популярностью этой площадки. And Springboard was a new concept. When you heard Bill talk earlier about all his e-commerce success, he never had any Springboard access, that was all conventional e-commerce. Когда мы возвращались к Биллу, когда он рассказывал о том, что у него уже достаточно серьезный опыт работы в электронной коммерции, для Билла это тоже была новость, потому что Springboard это абсолютно новая концепция. So, the last two things I will share with you is, number one, you will continue to see more updates on your sold products and how you will ultimately profit. And number two, you are going to start hearing more about Marketplace and how Springboard is going to merge with Marketplace. Вы дальше заметите, что Springboard будет больше сообщений между Springboard и Marketplace? Правильно, Marketplace? Есть ли уже русское понятие для Marketplace, Алексей? Ну, это как отдельная платформа, на которую люди смогут выкладывать товары для дальнейшей продажи через компанию на Амазоне и на eBay. Мы так и говорим, Marketplace, да. Marketplace, торговая площадка. То есть, как я поняла, сейчас Джон и команда ведет работу над тем, чтобы сообщить эти две площадки, Springboard и Marketplace, как бы в одно целое, чтобы они кооперировались. Спасибо, Билл. Спасибо, Билл. I'd like to jump in real quick, okay? Please. Okay. I know a lot of you, as John already discussed, some of the Springboard issues. I know a lot of you want further detail on that. Я хотела бы сейчас рассказать несколько слов. Я знаю, что вы обсуждали с Джоном, что у многих имеются небольшие проблемы со Springboard. Что я хочу по этому поводу сказать? Мы верим в прозрачность бизнес-модели. То есть, мы верим в том, что мы перед вами открыты и все, что происходит у нас, мы с вами делимся. И, как Джон уже вам сообщил, у нас есть огромное количество обновлений, которые уже готовы к тому, чтобы вступить в силу. But I also want to let you know that as corporate officers, we were very frustrated with the unreasonable delays that were taking place. Естественно, есть задержки, происходят задержки, которые не сразу, не просто объясняются. Особенно если учесть то, что нужно учитывать продукты или наименования, которые уже были куплены. Technology tracking is extensive and required a lot of programming. Естественно, чтобы исследовать эти продукты нам и в плане технологического вопроса, это занимает время. Это также занимает особенные технические моменты в плане программирования. Из-за чего мы, конечно же, взяли дополнительную поддержку для нашего программного обеспечения. So, the springboard tracking and systems we are told as of tonight. Would you continue the sentence like? So, the springboard tracking of products as of tonight. И с сегодняшнего вечера, уже с сегодняшнего вечера, да, вот это исследование и зачисление наименований на springboard We are expected to be complete. 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 And when you go to your back office on the springboard page. Most of the field will be able to see a change from the word processing, as it states now, to at AMZ. At AMZ. That sounds very... But what I'm saying is that the majority of the field, when they look at their springboard page... It says processing? Yeah, it says processing, but that will now be changed as of tonight. They will see the word AT, at, and then the letters AMZ, which means that it's at Amazon. Uh-huh, at Amazon. Alright. Если вы заходите в свой back office, вы увидите, что некоторые данные сейчас находятся в процессе. На английском пишется processing. Сегодня уже ближе к вечеру вы увидите, что это сменится на новую терминологию. У вас будет AT, AMZ, что значит, что уже Amazon появится. And we expect by tomorrow that we will be able to show individual sales numbers for, you know, items processing. С завтрашнего дня мы также ожидаем, что вы сможете увидеть ваш индивидуальный объем продаж по товарам. And as all of you know, because of the work that John and the rest of the team are doing on translations, we have delayed the rebilling for the entire Russian field until February 15. Также из-за того, что у нас сейчас идет огромный поток документов, которые подлежат переводу, биллинг – это значит оплата, правильно, Алексей? То есть оплата за труд, оплата за деятельность… Нет, я сейчас тебе подскажу. Биллинг – это… у нас есть абонентская плата каждый месяц. Абонентская плата. Абонентская плата – это из-за того, что много моментов с переводом. Of all the international teams that we now have in over 70 countries… Абонентская плата. И включая… у нас команда, наша международная команда, включает приблизительно 70 стран. И из этих семидесяти стран, которые включает наша международная команда, единственная страна, которую мы, скажем так, отложили до 15 февраля оплату за ежемесячный взнос, Россия – это единственная страна. Мы делали долги, без уважения для языков, которые происходили, но также, как сильно ваша команда работала в этих первых этапах. И как можете себе представить, естественно, мы отложили процесс оплаты по большей части из того, что у нас есть огромное уважение к вам, русскоговорящим партнерам, потому что мы понимаем, что из-за языкового барьера много информации не совсем понятно. А также мы видим, что ваши лидеры проделали огромную работу для того, чтобы вы имели доступ ко всей информации, ко всем обновлениям как можно раньше. И как можете себе представить, мы уже вложили более 100 тысяч долларов для того, чтобы настроить программное обеспечение таким образом, чтобы оно было понятно и работало на всех рынках. И мы с нетерпением ждем того момента, когда ваша компания, ваша команда, ваша русскоговорящая команда будет продолжать расти с тем временем, как и Infinii, продолжает обновляться, улучшаться и расти. Johnny, back to you. Hey, buddy. So, first of all, I wanted you to know that on our list of items to discuss, rebilling was the last item. So, Ken, just discuss that with you on the 15th. You'll have a number of items released between now and the 15th. And we are going to be investing a lot of time and energy to ensure that the beginning of your e-commerce businesses are successful starts. Как Ken уже рассказал, процесс оплаты, ежемесячные оплаты был перенесен, и это связано с тем, что происходит и обновление, а также и перевод. Этот пункт мы хотели обсуждать позже, но Кен уже об этом поговорил, поэтому мы сейчас перейдем к следующим вопросам. So, the last thing that we want to share with you, and then we'll be finished for this evening, is, sorry, I've got a go-to webinar starting right on my screen. Yes, there you go. Мы сейчас поговорим о последнем моменте, потому что я так понимаю, что Джону уже необходимо бежать на следующий вебинар. Джон. Как вы могли заметить, что касается технологии, что касается технических вопросов, я могу сказать, что я в этом деле специалист. Майя, это была шутка. О, просто скажи мне на следующий раз, я буду говорить это более смешно. Это была шутка. It doesn't matter who you are or where you're living, you are more skilled than I am as far as technology is concerned. Как вы можете... Да, Джон рассказал интересный момент, что он великий специалист по техническим моментам, но оказалось, что это большая шутка, поэтому он говорит, что любой из нас может стать специалистом, и все специалисты в этом деле, если следовать правильному тренингу. Ага, то есть, в принципе, это все сводилось к тому, что если у вас какие-то проблемы с компьютером, пожалуйста, обратитесь к непосредственному специалисту по техническим вопросам. Сейчас хотела бы с вами проговорить о планах на февраль. 11 февраля у нас специальный вебинар, который посвящен обновлениям. Большое количество новой информации будет представлено специально для вас. И большинство этих обновлений, большинство этой информации будет непосредственно касаться нашей семьи и друзей в России. Естественно, мы сделаем все возможное для того, чтобы у вас на руках был документ с содержанием данного вебинара, а также мы постараемся сделать все, чтобы у нас были как минимум субтитры. И так как мы дальше продолжаем работать над развитием нашего русского рынка, а также над развитием вообще, в принципе, восточной Европы, вы увидите, что мы будем развивать инфраструктуру и офисные локации в вашей стороне мира, которые будут помогать нам развивать ваши бизнес-экоммерческие бизнесы и успеха инфинии. Также мы хотим с вами поделиться тем, что в планах открытия офисов в восточной Европе, что поможет вам непосредственно иметь более доступную, то есть более быструю информацию и более, скажем так, лучшую связь с корпоративом и с компанией инфинии. И, конечно, для меня будет большая честь приезжать к вам и, скажем так, проводить свое время и отвечать на любые вопросы. Последнее, о чем говорил Джон, что он хотел бы сейчас, то есть обсудили много новых моментов, обсудили новшества, а также мы провели с вами вместе примерно час и сейчас хотел бы перед тем, как привести это все к заключению, сначала передать слово Надежде, чтобы она, скажем так, все это свела к общему, но я так понимаю, что Кен тоже хочет сказать пару слов, поэтому сейчас, наверное, самое время передать слово Кену. Прежде чем Надя будет завершать процесс, прежде чем, скажем так, подвести итог нашей сегодняшней встречи, я хотела бы поговорить, поблагодарить Надю за ее поддержку и за то, что она была тем связующим звеном между нашим корпоративом, то есть между главой компании, а также между непосредственно лидерами нашей русскоговорящей командой Infinii. Поначалу была ситуация, где мы не совсем предоставляли Наде всю информацию, которой она, на самом деле, должна была владеть, чтобы конкретно и на тему общаться с вами и отвечать на все ваши вопросы. Надя за последнее время выступала практически адвокатом русскоговорящей команды, где все ваши вопросы, все ваши заботы и различные моменты были предоставлены непосредственно вниманию директоров компании. Спасибо, Надя, большое. Поэтому большое спасибо, Надя, благодарим вас за проделанную работу. Вы добры. Пойдите, Надя. Спасибо всем. Спасибо, Майя, спасибо, Билл и всем остальным. Спасибо всем. И я хотела от компании, я хотела всех благодарить за ваше терпение с нами. Я знаю, что немножко мы задержали информацию и русские материалы и видео. Я знаю, что это успех компании и бизнеса. И так как мы немножко задерживали, я знаю, что вы ждете просто. И я хотела всем поблагодарить за вас, и что вы с нами немножко так сидели и ждали с нами. И как мы сегодня слышали у Кена и Джана, просто такие инструменты, которые в этой неделе мы уже получим в BackOffice. Это видео, это русский материал. Я, как Кен сказал, я толкала их. Серьезно. Я уже пару месяцев толкаю их, чтобы они быстрее работали для вас. То я хотела вас благодарить сначала. И я хотела всем сказать спасибо. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы с нами, в нашей семье. И, Алексей, ты хотел закончить? Да, спасибо большое. Мне эта встреча очень сильно понравилась. Тут на этой встрече было очень много интересных людей. И вы, на самом деле, руководители осветили все моменты. И, на самом деле, в какой-то степени люди теперь знают планы на февраль. Это очень важно. И я очень рад, что сегодня такая произошла встреча. Мы сейчас активно беремся за дело. И большое вам спасибо. Это очень все мне понравилось. Замечательно. Может быть, здесь у нас Денис, Лена, Виталий. Они хотели бы, может быть, быстро какие-то вопросы задать. Это было бы правильно, чтобы быстро осветить эти моменты. Конечно же, последние пару слов. Во-первых, мы не очень сильно воодушевлены нашей совместной работе. Я в сетевом бизнесе. Я пришел к этому бизнесу приблизительно 21 год назад. Поэтому я присоединился к своей первой компании, когда мне было 5 с половиной лет. Денис, Лена. So, one of the things that has me very excited about InfiniEye is that when you can select a business endeavor that is in line with trends, things that people are already talking about, that makes your build and your building efforts so much easier. You're going to have some very remarkable success in building your InfiniEye business, but I really want you to think of this as a long-term build, really be focusing on the next 12 to 24 months to be investing in your business, and it will pay you very significant dividends. What is my experience in this business, in this business, I want to say that it is much easier to work with a product, which, first, is a product in trend, and second, if it is already about this product, so with InfiniEye has a unique opportunity. If you're willing to invest this time in yourself to develop these new skills, we'll be right beside you investing time, resources, money and our energy to making sure that you're successful. That's all for me. Thanks, Maya. Thank you, John. Thank you for this direction that you show us, this business opportunity. Thank you so much. Denise, may I ask my partners, maybe they might have some questions that they would like to ask, you know, before we answer them. Денис, do you have any questions? Yeah, yeah. Алексей, ну, то, что сегодня было озвучено, всем привет, поддерживаю, да, благодарность и в адрес НАДИ, в адрес руководства. Что я хочу сказать, самое главное, да, то, что от лица российской команды, частью которой я являюсь, мы все ждали очень сильно переводов, мы ждали работы Springboard, то есть все в таком ожидании. Есть большое количество людей, которым интересно именно построение организации и международной организации, да, с компанией Infinii. Также большое количество людей готово просто изучать именно инструменты торговли. То есть мы, компания Infinii, она объединила и как сетевой бизнес, и так и торговлю, то есть это очень здорово. И мы сейчас ждем переводов, то, что сегодня было озвучено, но на самом деле все на низком старте, благодарность компании ждем и готовы работать. Денис, на behalf of his large Russian-speaking group already, he would like to thank the company for the fact that there is translation already happening, so we can see that the material is being translated. We are very excited to have more instruments and tools to be readily available for the Russian market, and also they are very happy and they appreciate the fact that the company is so supportive for the team and for the leaders. A lot of, Denis especially mentioned that he is happy that the company has a product and the business model that is able to unite not only the people who are interested in network marketing, but also the people who are willing to work only with the e-commerce side. So for this, there is a lot of appreciation and gratitude from the Russian leader, Denis. Thank you so much, Denis. Благодарю, Denis. Меня слышно? Добрый день. Добрый день. Еще раз тоже приветствую всех. Огромное спасибо за эту проведенную встречу. Но мне хотелось бы задать один небольшой вопрос. В маркетинг-компании, в компенсационном плане, есть такие тонкие детали, скажем, когда человек, скажем, шагает по карьерной лестнице, и для достижения определенного статуса ему нужно выполнить какое-то определенное условие. Скажем, для выполнения статуса директора условие компании, что именно в какой-то определенный период месяца, а это, я так понимаю, с 1 по 31 число, он должен набрать определенное количество баллов. Вопрос. У нас в декабре частично не работала, соответственно, площадка, то есть, когда нельзя было производить регистрацию, так же, как и в январе. Будет ли компания это учитывать? So, the question from Vitaly is with regards to compensation plan. As it seems from the compensation from the rewards plan, in order for you to reach a certain level, for example, director, you need to have a certain amount of points within a particular month. So, according to Vitaly, he thinks that that's probably from the 1st till the 31st of the month. So, the question is, in December, for example, there are a few times, a certain period of time when the springboard didn't work properly, as well as it happened in January. So, Vitaly is wondering if the company is going to acknowledge that, if that's the case. Ken, first of all, we need just a little bit of clarity. Hi, Vitaly. And the clarity is, are you referring to springboard business volume, and how that may have helped your advancement as a new director? No, it's not springboard, Maya, I'm sorry. It's not springboard. In the company, there was no opportunity to register new people, that is, for the arrival of new partners. It's not springboard. So, the question was specifically for the fact that there was no opportunity to register new partners for a certain period of time in December and in January. I understand. Ken, you're the man, so we'll have, Maya will have Ken address this particular question. Okay, so, just so I'm clear, what exactly are you thinking that we should do to address that more than what we already have? Vitaly, I have a question directly to you. What do you think about that period? What do you think about our company? What should the company be doing, on your opinion? Нет, well, look, let's see, for some distributors for a certain status, there is no enough amount of a certain price. But, let's say, in December he didn't have a chance to use the month, as he didn't have the chance to use the month, as he didn't have the chance to use the month in January. Okay. Соответственно, вот это количество баллов, которое, возможно, он бы имел возможность при нормальных регистрациях, то есть, когда было бы возможность для захода новых партнеров, возможно, этот статус был бы выполнен. М-м-м, м-м, м-м, окей. So, the situation was that, as I understood, one of the partners of Vitaly, he did not have, one of the partners could not reach the level because, at a certain time, he could not register more partners. He was missing some points due to that. And he was not aware of his point totals? Say again, please? Was he aware of his point totals? Point column? What I would recommend, Maya, is that Vitaly, if you were to send in the username of the person you're speaking of, I would suggest that Natty and Ken would have a closer look at the situation. I think that would be the best way to move forward. What did you suggest? Предоставляет, скажем так, советует на данный момент. И если бы вы написали, например, письмо Наде, непосредственно опишите ситуацию, что произошло. Также нужно указать логин этого человека, этого партнера, и тогда компания сможет более детально посмотреть, где произошел сбой и как они могли бы решить эту ситуацию. Окей, спасибо большое. Спасибо вам. Да, Виталик, я понимаю ваш вопрос, Виталик. Напишите просто логин мне, и я посмотрю с Кэном. Окей. Хорошо? Спасибо, всем. Спасибо, Джон, спасибо за вашу время и за ответы. Спасибо большое. Пожалуйста, я сделаю очень короткий анонсмент для моего российского команда. Друзья мои, спасибо за то, что вы приняли участие в этом мероприятии. И по многочисленным просьбам, я сейчас сделаю маленькое объявление для нашей российской команды. По многочисленным просьбам для нашей многочисленной российской команды, завтра в 4 часа мы будем делать такое продвинутое обучение по бизнесу, по построению команды, по построению организации бизнеса. Я вам советую на нем быть. Мы осветим многие вопросы по управлению бизнеса на основании статистик, как общаться с людьми, как выбирать тех партнеров, с кем вы работаете. Те вопросы, которые я постоянно получаю в скайпе, это знание поможет вам быстро закрыть статусы директора и подняться по карьерной лестнице. Я советую вам на нем реально быть. Это будет, я к этому подготовился, очень интересно, в течение 40 минут, очень сжато я все на эту тему расскажу. В принципе, я это хотел только объявить и всех поблагодарить за участие в этом совершенно уникальном мероприятии. Мы знаем, что сейчас будет все в самом лучшем виде в компании Infini. Спасибо большое. Спасибо большое. Все, всем спасибо. Окей, друзья. Спасибо большое, друзья мои. Спасибо. До встречи в эфире.